Украинское контрнаступление предусматривает освобождение Крыма, а успех контратаки зависит от скорости и объемов поставок оружия. Как сообщает Униан, об этом президент Зеленский заявил в интервью скандинавским журналистам. По его словам, одной из целей контрнаступления является освобождение полуострова. Однако, успех Украины в значительной мере зависит от продолжения поставок западом оружия. «Сейчас оружие, решающее в момент деоккупации. Нам нужно сберечь жизни людей по максимуму. Для этого должно работать современное оружие». Российские войска с каждым днём теряют мотивацию и боятся последствий своего отступления. «Мы чувствуем, как они боятся нас. Чувствуем, как они не хотят воевать. Как они боятся, что их расстреляют свои же, когда они будут бежать. Почему они боятся? Потому что они это видели». При этом Зеленский не захотел разглашать никаких подробностей или графика контрнаступления. Он заверил, Украина начнёт контрнаступление, не дожидаясь боевых самолётов от партнёров, а будет идти вперёд. В частности, отвечая на вопрос о том, имеют ли боевые самолёты решающее значение для контрнаступления Украины, президент сказал следующее. «Если честно, это бы очень сильно помогло. Но мы понимаем, что так затягивать мы не будем. И мы будем начинать ещё до того, как у нас появится F-16 или что-то ещё». Несмотря на свои надежды на успех, он также подчеркнул, что война может продлиться годами или даже десятилетиями. Президент уверен, что решающую роль в этом играет мощь Запада. Либо Украину максимально поддержит сейчас, либо риск Третьей мировой войны будет расти. Кроме того, Зеленский заверил журналистов, что никаких переговоров с Путиным не будет и назвал диктатора террористом.